Сегодня день для нас, для всех, необыкновенный. Сегодня великому артисту, музыканту, пианисту Эмилю Гирюльсу исполняется 100 лет. И, я не знаю, для нас, для педагогов, это была огромная честь и радость, готовить учеников к этому концерту. Потому что этого великого художника, мастера, мы слышали жильем на концертах. Нам очень жаль, что вам не довелось его услышать, наши малыши. Но, к счастью, есть записи. Слушайте, учитесь у него. С этими записями происходят удивительные вещи. Чем дальше от нас, тем они становятся блистательнее, как горные вершины. И недаром, прошло уже столько лет, столько прекрасных пианистов и музыкантов вокруг нас. Но Гирюльса по-прежнему называют непревзойденным. Еще при жизни его называли великим, его называли легендой. И это действительно тот человек необъяснимый. К нему трудно прикасаться вот такими какими-то человеческими руками и словами. Он как-то настолько вышел, как бах, например. Вот такое примерно чувство. Поэтому мы были очень рады возможности подготовить своих учеников к этому концерту. И очень хотелось сделать, ребятки, большой подарок для вас. Чтобы вы запомнили свое сегодняшнее выступление, сегодняшний концерт, как особенный, который бывает раз в сто лет. Играть на концерте в честь памяти великого артиста в день, когда ему исполняется сто лет. В следующий раз будем праздновать только через сто лет. Мария Аншаловна, что-нибудь хотите сказать? Скажу буквально пару слов. Все, что тоже сказал. Абсолютно верно. И мы счастливые люди, потому что когда ты сидишь в зале, или смотришь по телевизору, это, конечно, другое. В зале это что-то особенное. Мне вспоминается 78-й год. Гастроли Нью-Йоркского оркестра в Москве. Дирижер Эрих Леймсдорф. Большой зал консерватории. Пятый концерт Детхорена. Вы знаете, ни до, ни после такого звучания рояля я не слышу никогда. Это было абсолютно волшебство. И, в общем, прошли их страшно сказать, сколько лет прошло. Эти звуки, они остались, они звучат у меня в голове. В общем, артист уникальный, человек удивительной скромности. Потрясающего достоинства. Мы сейчас с трудом можем себе представить, что какой-нибудь профессор, ты ему послал, говоря современным языком в интернете, приглашение на свой концерт, и он посетит этот концерт. Это практически невозможно. А Эмиль Денкович Гелельс мог прийти послушать студента, в общем, даже концерте, потому что тот написал ему письмо, свадьбосторженное, такое очень любовное, и сказал, что это вы для меня кубик. И Гелельс, в общем, дружил потом с этим человеком. И это не единственный раз. То есть это, в общем, человек и такой души. Он, конечно, может быть такая фигура не гламурная, в нем совершенно ничего нет внешнего. В Гелельсе, то есть внешний он даже суровый. Но это такая душевность, это такая теплота, это в игре такая эмоциональность, от которой, ну, просто бьет ток. Так что я вас очень просто призываю, друзья, смотрите, обязательно слушайте Гелельса недавно. То есть сейчас по культуре проходят такие концерты вечерние, и вот записи крутят. Ты знаешь, Арианет, в концертах я была, и, в общем, я слушаю это, и не могу поверить. Боже мой, неужели в наше время это так и возможно? В наше время невозможно. Но тогда было возможно. В общем, это для нас всех школа и пример. У него всегда пальцы были завернуты в хвастере. Тогда не было таких примочек современных, которые от потрескивания спасают руки. И он занимался такое количество часов, что мой преподаватель Борис Максимович Берлин рассказывал, они снимали дачу вместе, что каждый день Эмиль по пять часов одним первым пальцем учил шестую абсурдюлист. Это мне рассказывал мой преподаватель. То есть это свидетельство, это непридуманное. Вот это какая требованность к себе. Так что, друзья, я призываю вас вот так относиться к искусству, и, может быть, тогда что-нибудь получится. Ну все, теперь там. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка